Всем привет! Это канал Win Condition, меня зовут Егоров Валентин и со мной играет Черносов Иван. Значит, я играю монозелёной колодой на Титане Протектору Фаргат, а Ваня играет с Зуром The Enchanter. Вот, что он делает, он, наверное, нам расскажет, что это за колода. Замечательная колода. По сути, это эспер-контроль с разными-разными опциями. В общем, дикое банище. Ну, сейчас посмотрим. Давай тогда начнём. Всем привет! За кадром Серёжа Ламзин. Я буду комментировать матч Вали Титании против Зура. Я буду комментировать, чтобы ребята могли не отвлекаться и спокойно играть. Буду вас развлекать. Итак, кто-то из них уже бросил три. Кто это был? Да, это был Ваня. Теперь кидает Валя. У Вали ещё больше. У Вали девять. Валя ходит первый. Ребята другу подсняли уже. И давайте посмотрим, что они надровывают. У Вали много крутых карт против Вани. Ваня играет Билл Дон без Rest in Peace'а. Билл с Rest in Peace'ом отправляет в Титанию в Ад и Израиль. Ваня оставил. Давайте подумаем, какая линия игры у Вали. Это разгон, 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 разгон. Напоминаю, что в этом листе Титании практически нет ремуву. Есть маусов Руном только, который, кстати, убивает Зуры, что важно. Также важно не подставляться под воровцы, но, к сожалению, наверное, с этим ещё сделать нельзя. Давайте посмотрим. Да, Валя оставил. Мы уже слышали, что Ваня оставил. И Валя начинает делать ландроп. Это фечка новая, призматик. Всё взрывает. Да, здорово раздал свой первый дроп и, собственно, ход. Ваня дровывается. Давайте посмотрим, что у него, какая у него ситуация. Значит, у него есть на первый ход дискард, на первый ход у него есть ремуву. Хороший очень плей. Фотопуш. Ребята подснимают друг другу. Посмотрим, кто из них что подробует. Это Вейсленд. Да, это Вейсленд. И это Элвиш Реклеймер, по-моему, он так называется. Это эльф из М20 за одну зелёную ману 1-2. Если в кладбище у наивысшего игрока 3 больше зелены получает буст по пауэртапу, то это не так важно. Важно, что у тебя 2 маны тапсаку. Он ищет землю и кладёт её в стол тапаный. Вот. Значит, посмотрим, как Вай разыграет. Атака на 1. Да. И, соответственно, Эмеральд медальон, который говорит, что все зелёные сплыли. Сильный заход у Вали. Посмотрим, что на это ответит Ваня. Ваня взрывает речку. Значит, высунут уже в кладбище. Титания может чуть-чуть его поднимать. Ваня, конечно же, думает про то, что реклеймер может находить каверну. Наверное, я бы... Я не знаю руку Вани, но, наверное, если бы я был на месте Вани и был бы ремуву, я бы, наверное, убивал бы реклеймера. Потому что, понятно, что со следующим ходом перестанет ходить в атаку, иначе бы приходить наносить сторожские земли. Ваня ищет лазовое болото. Болото у Вани, если я правильно понимаю, из беты. Нет, не из беты. Это японская четвёрка, подписанная Дэном Фрейзером. Один из первых художников. Кстати, нарисовал Максы. Это гимн, но с болью. Был скинут, огласял Чазм и Сити оф Трейтерс. Впрочем, с них всё равно не ставилось Титания. Посмотрим, что он подровывает. И он дровывает землю. Значит, эльф стал уже большим. Эльф 3-4. Посмотрим, будет ли Валя ходить или нет. Видимо, Валя будет на следующий ход это делать. Видимо, сейчас ход просто передаст. Он просто передаёт ход, потому что у него есть медальон, и на следующий ход будет Титания. Да, значит, пришло время почитать карты. Не слушать комментатора, а пришло время почитать карты. Вообще, у карт есть магическое свойство раскрываться. Ты как бы вот думаешь, ну, всё, знаешь. Ну-ка, простите, что он делает? И простите, что? Ваня антапнулся, думает на Апкипе. Думает на Апкипе. Теперь что ему на Апкипе? Линдулз Волт, чтобы этот дек улучшить. Не знаю. Дискард уже, в общем, бесполезен. У Вани много дискарда. Да, фечка. Взорвал. Всё-то красно-белая фечка. Офф-колорная. Можно найти что-нибудь белое. Базик. Да, Plains. В общем, почему нет? Ваня говорил мне, что он играет много базиков. Я бы на самом деле играл чуть меньше, наверное, базиков и играл бы Tented Pack Tombe. В общем, лучший тутер в формате и стамтовый, если кого-то может. Можно напомнить, что Snow Covered Plains и обычные Plains считаются заразными. Вот. Но я думаю, что мы с Ваней немножко перебилдим его Zura. Нашли Plains. Пока Ваня думает, расскажу историю про этот Plains. Значит, есть смешная история из немецкой четвёрки. В немецкой четвёрке был миспринт Фореста. Значит, нечаянно напечатали Форест с картинкой Plains, причём взяли картинку Мюрфурса. Мы напечатали с картинкой Plains Christopher Rush. Так вот, это известный миспринт, на котором написано Wald, то есть лес. Он даёт зелёную картинку Plains. Написано, что это нарисовал Мюрфурс, а на самом деле Christopher Rush. Давайте посмотрим. Ваня думает, считает, задумался. Валя, в общем, довольно уверенно выглядит. И это Detention Sphere. Видимо, вошла. И цель будет медальон. Ну, посмотрим, что будет делать Валя. Значит, у Валя есть разные варианты. Ну, понятно, что точно Suck. Есть стрёмный play. Play такой надежды — это найти Ancient Tomb, чтобы, если подробовать пятую землю за Титанию, посмотрим, что придумает Валя. У него вышел Wasteland, чтобы ломать и тормозить Ваню. Но у Вани есть камни. С высокой вероятностью у Вани есть базики, поэтому искать Ghost Quarter сейчас нет смысла. Искать новый тектоник, который ломает, и тому, и другому, в общем, нет смысла. И, ну, конечно, Ancient Tomb, да. У Вали огромное количество земель в полоде. Посмотрим, сможет он подробовать или нет. Значит, если он дровывает землю, то, очевидно, он, говорит, за Wasteland он ломает синий источник Вани. И, в общем, для Вани это будет очень тяжёлая ситуация. Ну, посмотрим, посмотрим. Значит, ребята подснимают. Напомню, что эльф у нас большой. И Валя дровывается. Раз он, видимо, сразу не кладёт, то это не земля. Да, это Birds of Paradise. Ваня антапается. Будет дровываться. Хороший вопрос ставит ещё Зура, если есть такая возможность. Хороший вопрос, делать ли это. Потому что на следующий ход точно будет Титания. Есть на чем подумать. В Вале, кстати, тоже надо подумать, как друзья вырускать. Посмотрим. Это Donation. Хм. Валя призадумался. Ну, взрывает, понятно. Давайте посмотрим, что он будет искать. Donation, конечно, очень сильный заход в эту Вани. Предсказуемый щит каверну. Нужно назвать. Видимо, это элементали. Я напомню, что в Титании она элементаль. Это вообще карточка из лора. Вот, помните, пристав Титании в Урзе. Это как раз вот священник именно до Титании. К сожалению, Валя не может подровывать. В колоде, в которой порядка сорока земель, он не может подровывать себе четвёртую землю. Ну, Вале очень увезёт. Он передаёт ход. Посмотрим, что будет делать Ваня. Ваня дровывает. Ну, я бы на месте Ваня отсстрелил бы спокойно чуваков, вспомнил бы там, что будет. Есть на чем подумать. Да, и он передаёт ход. Давайте посмотрим, что дровывает Валя. Что-то он подровал. И Титания её, видимо, разрешают. Валя целит Вейстланд. Да, никаких респонсов нет. И Вале передаёт ход. Тапаются две маны. Мне кажется, что это будет Лимдулзволд, возможно. Да, и это Лимдулзволд. Причём без боли тапается, да, по-моему. Он смотрит пять карт. И, соответственно, если они ему не нравятся, он их откладывает. Потом может платить хит и сделать это ещё раз. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. И потом оставишь пять верхних в любом порядке, в котором хочешь, и замешиваешь. Это такой очень старый прародитель контрипов. Ну, видимо, оставил, да? Поэтому, видимо, можно уже начинать шафлить. Ваня в тринадцати хитах, да, дробуется. Валя решает не говорить Вейстланд. Это в раз. Да, ну, тут, в общем, большое преимущество Ване. Да, ну, Валя, к сожалению, очень не везёт в этой игре. Думает, считает, прикидывает разные варианты. Решает прикидывать ход. Вышел Зур. И... Будет кроп за... Чем-то. Надежный ход по Сакли Вейстланд. Можно искать Маус Сафроном, чтобы надеяться на то, что поднимешь землю, любить Зура, но это довольно странный план. Можно найти City of Traitors и в свой ход разыграть Титанию, если поднимешь землю. Но Валя решает просто найти лес. Он тапается. Дровывается. И... Ну, это Мох Мамвули. Ломает землю и позволяет поискать лес. Положит тапаном, но всё слишком медленно. Сломал тундру. Нашел лес. Положил тапаном и, соответственно, передал ход. Ваня дровывается. Сейчас будет атака Зуром. Да, если был бы у Ваня растетистый, игра бы закончилась, в общем, сразу. Тем не менее, много сильных плейов есть. Это Нарсет. Смотрит четыре. Показывает нам, не знаю ли, не существо. Интересный плей. Что он пытается найти. Показал нам маленького Тефири. Ландропа не было. Идет атака Зуром. Он ищет карту, которая делает Морфлинга. Видимо, у Вани есть его чудесный Врас, который убивает всех не-енчантмент кличей. Но, к сожалению, у Вали нет никаких вариантов. Ход передает. И дровывается. Этот Топис брал на зеленый. И за двумя болями это Титания. Вышло, триггер. Вейстланд. Передает ход. Пайм продолжает искать свой чудо в Рас. Неверси нет. Почему нет? Атака. Триггер. Обливин Ринг. Обливин Ринг в Титанию. В Респонс сломал себе Миншентон. Поставил себе двух мальчиков. Титания стоит уже 9. То есть, в общем, наверное, никогда. У Вали есть 10-ый пайвер. Посмотрим, что он с ним сделает. Посмотрим, что это будет. Это будет Сигнет. И ход передали. Валя дровывается. Валя дровывается. Не знаем пока, что это. Идет атака. Надо сказать, на кого? Атака на Ваню. Три маны. Снапкастер. Фотопуш в одного. Встал блок под второго. Валя передает ход. Посмотрим, что это будет. А, да, он поставил Сакурика. Атака. Нашел коронет. Повесил на себя. Менчантмен, который играет в модерне. Ну, закончилась первая партия. Давайте я скажу некоторые комментарии. У Вани была очень крутая раздача. У Вали вначале тоже, но Вале очень повезло. Очень много земель в колоде, но, к сожалению, не смог себя раздать, потому что если бы он раздал бы все земли, как мы видели, у Вани ответов было не очень много. Я думаю, что в какой-то момент Валя мог бы выиграть вообще. Нужно было просто в нужный момент поднять землю. Нужно было в нужный момент сказать Вася. Да. Ну, кто знал. Вторая партия. Давайте посмотрим, что мулиганит Ваня. Валя кипает, да, у тебя 7? Да. К сожалению, если бы я хотел первым, я бы, может быть, еще подумал. Да. Но, к сожалению, Луна Арти я этим не поймаю. Вот эти я хочу видеть в колоде. Да, это правда. У Вани плохая раздача. Ну, понятно, что если вы играете с институционными картами под такого мегатютера, как Зур, вы должны быть готовы к тому, что вы будете себе их раздавать в руку. Вот. Я напомню, что Зура может сказать очень по-разному. Контрольный Зур, комбо Зур, рейндж Зур, агро Зур. В общем, есть очень разные варианты. У Вани такой, в общем, контрольный вариант. Такой эспер-контроль. На мой взгляд, там не хватает довольно важных ключевых карт. Но, в общем, посмотрим. Видите, в общем, так все нормально. Ваня одну вниз. И Валя начинает. Земля. И Вайлгросс. Да. Хороший сильный старт. Посмотрим, что будет дальше. Там остров Ходи. Вот. Смотрим, что происходит дальше. На элементарии. Каверна на элементарии. Значит, две маны. Спелснар. Да. Валя немножко ошибся, конечно. Так. Обычный полноварец. Ничего сделать не может, да. Ну, Ваня нужно уже напрячься. Потому что уже, возможно, там есть Вейсленд, возможно, там есть фички. Вы сможете поиск земель. Что-то нужно делать. Придумывать. Призматик Виста. Это будет с вам. И что она ждет Ваня? Ну, фото. Он тапается. Интересные, конечно, тантыки. Посмотрим, можно ли в Эльф. Да, в Эльфа можно. Нашел лес. И Валя придает ход. Значит, посмотрим, что прописано у Вани. Ну, это проба. Значит, посмотрим, что там. Там Оля Раде. Там Гарук. И там новый медведь из... Не помню, тут откуда было. Из Минарии, по-моему. Ужас какой-то. Посмотрим. Ну, ладно. Ну, Вальф от Крюч, ты не можешь себе землю разлетать. Ну... Посмотрим. Зур. И... Есть возможность покастить Титанию. Почему? Потому что 4. А, 4, да. Валя, конечно, космический. Просто космос какой-то. Очень много земли в колоде. Это Гарикло. То есть, игрока решила не касте. Да. Видимо, Гарикло надо убирать. Да, 17. Да. Напомню, что флагшток ломать более-менее бессмысленно. Поэтому... Ваня, конечно, сидит в хороших землях. Против... Кого-то, который ломает земли. Ну, да. С такими раздачами, в общем, наверное, можно даже не играть. Ну, тем не менее, давайте смотреть, что будет дальше. Я бы, кстати, на месте Валя, конечно, ставил в руках. Сейчас просто не играет. С splitting. Может быть, не ломает. Вот. Вот. Так. Все, что нужно его смотреть. С этой. Вот. И для меня на месте 사망. С этой. С этой. С этой. Вы по году или по два года будете ждать свои карточки. Вот, на самом деле скупать нормально. Да, это правильно. Пошел некру, прошел на один. Сколько-то карт подроет? На, пять. Напомню, что некропотенция, говорится, keep your draw face. Если карта без карты с вами взялится. И, соответственно, в конце хода он их возьмет. Давай их на семь. На семь. Ну, уберешь специально побольше. Конец хода. Конец хода. Сейчас он будет дискардиться. Ну да, обыграть это очень сложно. Очень тяжело. Отправил в экзайл карты. Ну, вообще, наверное, это не важно, какие. Ну, я думаю, что на этом все. Ваня выиграет очень нескоро, но... Дело в том, что Ваня даже в своей земле может порадовать в такой ситуации. И у Ваня там есть все. Вот, я думаю, что не надо тратить время. Ну, потому что тут реально нет вариантов. У Варя были хорошие стартовые руки, но в обеих партиях. Но очень, очень не повезло. У Вани был какой-то космос. Ване очень везет. Так бывает, да. Это тоже часть магии, как мы уже говорили. Вот, спасибо вам большое, что были с нами. Смотрели Versus. Следующий Versus. Я надеюсь, что мы сможем записать Эдрик против Эрайл. Через некоторое время. Подписывайтесь на канал Win Condition. Оставляйте комментарии, кого бы вы хотели посмотреть на Versus. Ищите свой Win Condition. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok